Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Акамарачи и это вторая серия 18 стальных колес. Нам с вами дали груз яйца и сейчас мы с вами повезем этот груз. Сначала зацепимся и повезем. Дали новый КамАЗ нам, ну не КамАЗ, а фуру, я неправильно выражаюсь. Посмотрим, насколько крута эта фура, как она прет, вообще что она из себя представляет. Что это за чудо-юдо? Но самое интересное, что яйца надо везти. А яйца это дело такое, это очень трудное. Полтинник эта фура идет, она даже идет меньше, чем та, которая у нас была. Да, неожиданно, конечно, спасибо, что пересадили, но лучше бы я ездил на улучшенный, честное слово. Хорошо, давайте сейчас мы с вами поспим немножечко. Я вот думал-думал, как я буду снимать серии. Все будет зависеть от моего настроения. Если мне хочется, я буду показывать один груз, полную дорогу, то есть как вот мы с вами едем. Если мне не хочется, ну знаете как... Спасибо, спасибо. Ждем, спим. Все, появился мой груз. Если мне... Ну как не хочется, я неправильно выражаюсь. Если я хочу, я буду, получается, показывать... Вот сейчас яйца повезем. В этой серии я хочу детально показать, как я буду цеплять эти яйца. Как я их буду везти. Всю вот эту ерунду хочу вам показать. И, надеюсь, у меня это получится. Потому что яйца это действительно очень трудный товар. Его надо зацепить очень аккуратно, сказал Герман. И сейчас оштрафится стопудово. Так, так, нет, нет. Ай, нет, да? На 8 нет. Вот, на 3. Надо идеально просто подъехать. Но это я даже не знаю. Я же говорю, будем сейчас пробовать. Но это не идеально. Это... Это, возможно, трухнет. Так, еще раз. Теперь пробуем. Повреждений нет. Отлично. Уже начало хорошее положено. Так, я даже не знаю, как лучше. Вот так выглядит теперь кабина. И надо аккуратно быть с вот этими бордюрчиками со всякими. Потому что на бордюрчиках яйца бьются тоже. Куда нам нужно... Тихо, тихо, тихо. Куда нам нужно теперь ехать? Сейчас мы посмотрим. Ё-моё, куда? Чикаго. Ехать далеко. Ехать буду по стрелке. Не буду вообще отвлекаться совершенно. В этой серии, походу, буду показывать, как везу исключительно одни яйца. Я не буду изобретать какой-то велосипед. Мы с вами будем ехать в довольно экстремальных условиях. Я буду нарушать правила различные. Ну, то есть, вот как сейчас на красный свет. Я не буду подстраиваться под ритм движения машин, которые со мной в потоке идут. Я буду исключительно доверять своим, как сказать, инстинктам, не знаю, интуиции. Буду поворачивать на интуиции. Всё как бы делать на интуиции. Посмотрим, что из этого получится вообще. Как получится довести этот груз. Тем более, яйца это очень хрупкий груз. Ну, видите, здесь хрупкости не написано на нём. Как бы, как бы. Но я знаю сам по себе, что, ну, вообще из логики вещей, что яйца это хрупкий товар. Его нужно аккуратно вести. Да, и я помню, что из тех времён, я не знаю, молодости или как назвать, когда мы играли с друганом, что яйца с ними вот надо прям вот холить или лейти. Как можете наблюдать, очень медленно мы едем, намного медленнее, чем тот КАМАЗ, точнее фура. Но разгоняемся быстрее. И шесть скоростей у нас всего лишь. Ладно, мы будем исходить из того, что нам дали. Дали такую фуру, мы будем ехать на такой фуре. Значит, мы заработали, правильно. Мы всё-таки привезли один груз вообще идеально. И нам решили дать машину отличную. Ту машину так и... Машину неправильно. Хотя, всё машина, грузовик, да. Тот грузовик мы с вами так и не ремонтировали. Мы на нём идеально откатали. По-другому даже это не назвать. Действительно идеально. Привезли три груза и заработали хорошее количество денег. 49 тысяч сейчас у нас. Я так предполагаю, нам ещё груза 4-5, возможно, придётся отвезти. И тогда можно уже будет выкупать вот этот вот КАМАЗ. КАМАЗ, фуру, постоянно путаю. Можно я буду называть КАМАЗ? Я думаю, никто не будет на меня сильно кричать в комментариях. Ну, хочется мне. Ну, не люблю фура, вот название. Ну, не знаю, фура, КАМАЗ. Ну, КАМАЗ, блин. Вот буду выкупать этот КАМАЗ. И будем мы с вами ездить на нём и уже работать сами на себя. Вот тут вот, когда уже будем работать сами на себя, будем работать очень аккуратно. Будем возить насколько только можно аккуратно грузы, чтобы зарабатывать звёзды себе. И потом нанимать других водителей. Это очень важно. Вот будем придерживаться примерно такой системы. Так, вот этим вот людям доверять нельзя. Они любят выскакивать резко. Вот видите, он начал уже трогаться. И он может в борт нашего груза приехать. И его вот такой вот приезд сделает нам огромный приход по ущербу. Тут вот надо быть аккуратно. Смотрите, за этими фруктами. Они могут всё что угодно вытворить. Такие люди интересные. Я думаю, тоже никто не обижен тем, что мы с вами колесим по дороге Америки. То есть Альбукерки, Лас-Вегас, да. То есть Кальпасса, думаю, нормально. То есть, конечно, хотелось бы Россия. Я тоже, ну, я установил сначала одну Россию игру. Потом подхватил Вирусяку конкретную. И в итоге, я же говорю, еле там её на струну. То есть удалил, там запустил, проверил компьютер. Но я так подумал, блин, я и по американским дорогам поезжу. Как бы мне не принципиально. Конечно, хотелось бы по России, но я переживу. Какая разница? Карта практически одна и та же. Только единственное. Ну, не одна и та же, конечно. Там немножко по-другому. Но всё равно. Дорога-то одна и та же. Поэтому всё будет. И, кстати, по спидометру. Я помню ещё с другом. Да и много вот форума прочитал, комментариев, что типа 50 километров. Да и сам называю 50 километров, но я думаю, что все понимают, что это не километры. Что это мили. То есть 50 миль. А одна миля дорожная, я не помню. Это 1,2, по-моему. Этого. Ой, блин, вот здесь придётся стоять. Ручник, ручник, ручник. Есть. Удалось. Удалось нам встать, хоть мы и встали. Хоть мы и встали вообще неправильно. Но зато нет... О, видите, видите, вот это тоже вот. Гады, гады. Мы встали неправильно, но повреждения не получили. Огромный плюс. Надо 100 тысяч нам заработать, чтобы уйти от дяди и работать на себя. Платили бы вот сейчас так. Груз отвёз 16 тысяч долларов. Блин, я бы, наверное, бросил юриспруденцию. Пошёл, сдал на права. И, наверное, возил бы груз, если бы такая зарплата была бы у дальнобойщика. Представляете, за один груз 16 тысяч долларов. Это охренеть просто. Да и вообще, кто знал, что доллар так скаканёт? У нас на такую огромную сумму теперь доллар стоит... Раньше он стоил 24, 22. А сейчас вообще цены ему не сложат этому доллару. Да, в принципе, знаете, это, наверное, следовало ожидать, глядя на то, что у нас происходит в стране. Сейчас могут проснуться такие очень сильные патриоты, которые, знаете, начнут меня закидывать яйцами и говорить, вот, типа, против России. Я как бы не против России. Я против некоторых личностей, которые довели до такого состояния Россию. Вот против таких личностей, да, я вот очень сильно скептический и, знаете, рьяно в отрицательном плане отношусь. Ну, потому что всё мы с вами похерили, и всё у нас скатилось коту под хвост. И это очень обидно, когда так получается. И в итоге же эти личности все пытаются свалить отсюда, своих детей, своих родственников, сплавить за бугор. Из нас высасывают все соки. И, естественно, народу это не нравится. Ну, ладно, политика это очень такие, знаете, как щепетильные разговоры всякие. За неё можно очень долго разговаривать и много, и не сойтись во мнении. Поэтому, как бы, человек каждый, то есть, остаётся при своём мнении. Давайте я тоже, как бы, останусь вместе с вами при своём. Могу только сказать одно. В СССР было лучше. Было лучше. Хоть и говорят многие, вот того не было, того не было. Вот сейчас всё есть. Так, блин, знаете, без телефонов и сейчас можно прожить. Я всегда знал, где мои друзья без телефона. Я их всегда находил, письма. На письма ещё круче были. Было, было, когда письмо отправляешь. Сейчас какая-то сраная смска, вонючая. А тогда письмо присылали. Ну, это ж вообще класс. Письмо. Я так радовался, когда мне письмо в армию приходило с дома. Ну, это вообще, это совсем другое. Это не разговор по телефону, это не смс, это что-то большее. Это не просто слова на бумаге, это чувство, вложенное человеком в каждое слово, в каждую строчку, пытающиеся передать тому, кто будет это читать. Это, знаете, это ни с чем не передаваемое ощущение. Поэтому я вот за письмо, за письмо. Это очень классная вещь. А сейчас письмо это стало что-то, знаете, как из области фантастики. Вот честно, прям вот правда. Многие не знают, что это такое. Сейчас, тем более, современные дети, они вообще письмо, ну, письмо, да. Письмо это обычно там запросы какие-то вот отправляют, еще что-то. Так, 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 так. Нам поворачивать надо, да. Хорошо. Давайте мы сделаем так. Да, конечно, было рискованно с яйцами так делать. Ну, пофиг, сделаем. А почему нам показывают сюда, я не могу понять. Нас хотят пустить по вот этому крюку. Ну, пофиг, давайте сюда поедем. Как стрелочка показывает, так и ехать и будем, в принципе. Я думаю, она сильно врать не будет. Да, и на заправку сейчас заедем, заправимся. Но я бы поехал прямо, честно. Прямо, прямо, прямо. А, там видите, какие завихрения. Там, походу, поэтому она так и ведет, что это будет лучше в плане дороги. То есть меньше мы там бензина, наверное, спалим, что-то. Ну, окей. Предоставим ей это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, это... Это было на грани, Грег. Ты даже себе не представляешь, что сейчас было. А такие пируэты были. По встречке мы пылесосим. Просто, по встречке. Это что-то с чем-то. Да, это было рискованно. Рискованный шаг был, но мы его исполнили. С яйцами, тем более. Это вообще, не знаю. Я помню, когда-то вез хрусталь. И вот провожу его идеально. Я вроде бы говорил уже, но еще раз скажу. И остается вот этот поребрик, который нужно переехать. И все, и груз уже на базе. То есть я уже на базу заворачиваю. И задние колеса цепляются за этот поребрик. И подкидывает кузов. Ну, то есть прицеп. И резко половина просто так... Дух этого ущерба груза. Там он, по-моему, 70 тысяч, что ли, стоил. Или 60. Вы себе не представляете, как я тогда расстроился. Это вообще была жесть какая-то. Я так расстроился. Думаю, деньги, деньги. Там больше, там вообще практически ничего не заплатили. А я с одной карты в другой конец карты это вез. И так аккуратно, так старался. Прям по правилам, знаете. Ну, в основном по правилам. Чтобы нигде, не дай бог, не столкнуться. И вот так вот в самом конце. Это было жесть. Вот, конечно, вот тогда можно... Если бы я тогда снимал видосы. Можно было бы записать на видео. Это это... Люта была. Лютая тема была. Вот, как видите, сколько мы с вами уже едем. Мы едем с вами сколько? 14 минут, грубо говоря. И мы проехали больше половины. Этот КамАЗ едет хуже. На том бы я быстрее. Фура КамАЗ. На том бы я быстрее проехала. Этот... Что такое 10-13? Это погоду ты просишь? Или ты ситуацию на дороге, друг, просишь? Поль. Друг Поль. Я вот не знаю, что ты хочешь. Рисковать или нет? С яйцами наперевес. С огромным количеством яиц наперевес. Пофиг. Рискуем. Ой-ой-ой. Да, нормалек. Да, вообще. Хо-хо. Да, рисково. Но груз не поврежден. Все отлично. И там как раз вот сейчас на перекрестке мы с вами заправимся. И попрем. Кстати, на тягу этот КамАЗ получше намного. Но я же говорю, он разгоняется быстрее. Даже с прицепом он получше. Видите, он сбросил до четвертой скорости. То есть, тот бы на такой склончик где-то до трети, наверное, бы скинул. Поэтому в этом плане он получше. Но я думаю, нам его не поменяют. Даже если мы сейчас идеально привезем яйца, нам его не поменяют. Нам его, наверное, улучшат. И все, мы на нем и будем колесить постоянно. А потом, когда мы его выкупим, мы еще на нем, я не знаю, грузов 10, наверное, отвезем. Давайте заедем на весовую, взвесимся. Если будут гайцы, чтобы они нам штраф не впороли. Мы вообще проверим, что у нас по весовой. Вес в норме. Все, отлично. Едем дальше. Гайцы могут впороть нам штраф. Я, конечно, штрафов как-то сильно не боюсь. Но это может случиться так, что придется везти дополнительный груз. А не хочется дополнительный груз везти на дядю. Лучше повести этот груз, когда будешь работать на себя и заработать звезду. Или несколько звезд. Тем более, там идут сначала черные звезды, ну обычные. Потом бронза, потом серебро, потом золото. Вот не помню, как идет подразделение. Там, наверное, 15 или 25 звезд. Это черные. Потом идут серебро, наверное. А вот серебро долго. До 70 там какого-то серебро идет. А уже потом... Так, 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 так. Куда, куда, куда? Это встречка, да, наверное? Вот сюда нужно поворачивать. А там заправка. Поедем заправимся. Хотя там есть еще. Можно было и там заправиться. Но... Что тут мне захотелось именно сюда заехать? 1,43. Про... Аня, дизель 1,65. Дизель. Так, давайте заливаемся. 355, вообще, как в аптеке. Теперь нужно развернуться грамотно. Вот, видели? Вот, смотрите, поребрик. Бах, бах. Вот колеса. Хопа, вид, вот, тряхнуло немножко. Вот так вот у меня тогда и яйца тряхнуло. Да, двухсмысленное выражение. Блин, яйца тряхнуло. Ну, короче, не яйца, а хрусталь у меня тогда так тряхнуло. Я влетел с этим хрусталем конкретно. Причем я влетел. Надо очень аккуратно все это делать. Прём. Почти что уже приехали в Чикаго. Уже остался последний рывок. Но повели, конечно, неправильно. Стрелка повела. Это нам крюк делать, охренеть. Хотя, может быть, она и права. Это будет быстрее, чем бы я ехал там, петлял. Тут по прямой будет по бырику. Ну, хрен с ним. Будем ехать так. Но там можно будет... Наверное, возможно, будет проблема там развернуться. Но это тоже не точно. В принципе... Видите, еще если бы 4 косаря накинули, нам бы пришлось везти либо в Нью-Йорк, либо в Монреаль груз. Если бы 20-ка была бы цена. Мне нравится то, что сейчас я наловчился уже. Я не убиваю КАМАЗ, потому что мне его нужно будет потом выкупить. И, получается, груз тоже не убиваю. Что это очень круто. Деньги не снимают. И плюс, пока мы возим, нам же его все равно немножечко там улучшат. Это хорошо. Я думаю, мы его улучшим потом, когда выкупим до максимума. Чтобы, ну, как бы быстрее носиться все равно. Если он будет хотя бы 60 миль ездить. Вот, стрелка на 60. Это уже будет круто. Самый лучший КАМАЗ здесь, если я не ошибаюсь, это Метеор. Вот, если купить Метеор, он просто must-have. Он лупасит так. Он, по-моему, 80 или это... Или 75 он едет, или 77 миль. Это просто бомбовский этот фура, фура бомбовская. Это вообще. И вот быстро очень на нем возить грузы. Но это уже практически в самом конце. Я даже не знаю. Он на нем и поездишь-то там толку. Он там чуть-чуть вообще. В основном будешь ездить на вот этом камелой. На вот этой фуре. Может быть, там какую-то другую купишь. Он просто дорого стоит. И он, кстати, не во всех магазинах продается. Я не помню цену ему. По-моему, он лям стоит. И надо лям еще целый копить, чтобы его купить. Я, по-моему, его так и не купил. У меня купил его друган. И я уже у другана на нем ездил. Ну, то есть, поездил, посмотрел, как он грузы возит. Он вообще просто бомба. Даже цепляешь тяжелые какие-то грузы. Вот, прям вот иконочка такая вес. Ну, типа тяжелый, да? Вот он не может затащить. Ему плевать. Он вообще рвет. Он едет. А без груза он прям аж... Его прям мощи тьма. Но это не передать словами. Это вот если купим мы с вами его, то я вам покажу. Но мы его обязательно купим. Потому что играть в эту игру и не поиграть, получается, на Метеоре. Не поездить, грузы не повозить. Это просто кощунство какое-то. Я не знаю. Тогда и вообще не стоило было ее скачивать и стараться играть. О, блин, блин. Ребята, ребята, придется вот тут рядышком протиснуться. Ну все, мы уже практически приехали. Уже рядышком в Чикаго. 16 тысяч наши на изи. Если не случится какое-то форс-мажорное обстоятельство, которое может нам помешать. Ну, это может все что угодно быть. Говорят люди, что Евро Турк Симулятор 2 или 3, по-моему, он вообще типа топовый самый. Вот там лучше его нет. Не знаю насчет этого симулятора, правда. Но я знаю, что мне как-то показывал тоже друг. Есть немецкий или герман... Не, наверное, немецкий. Или германский. Короче, есть симулятор. Вот тут свет, кстати, вообще говяный на этом транспортном средстве. И там вообще, там по всему миру нужно ездить. Это он мне когда показал, я охренел, правда. Я такого не видел. По сравнению вот с вот этой вот игрой, где какой-то кусочек, да. Кусочек какого-то штата, ну или просто там целый штат. Там нужно было по всему миру. Там Россия. Ну там, короче, жесть. И ехать очень долго. Но интересно. Поиграть. То есть там... Так, ребята, я не буду вас ждать. Хоть я и с яйцами. Мне пофигу. Я. Я чувак такой. Куда смотрю, туда еду. Куда смотрю, туда еду. Досмотрелся. Досмотрелся. А теперь... Ну придется круголя сделать. Че, че уже сделать. Сейчас сделаем круголя. И поедем. Поспешил, поспешил, конечно, я. Ну ничего, бывает, бывает. И вот там было реально вот интересно. Ну как интересно. Ему было интересно. Там груз один час или больше везешь. Да это шесть. Не знаю, я прям... Я в шоке был. Ты представляешь, что от одной карты до другой надо час ехать. То есть от одного конца до другого. Час или даже больше, даже полтора часа. Я говорю, не, 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 говорю, ты че? Я говорю, у меня терпения не хватит. Тут, конечно, тоже, если вот будет груз с Ванкувера в Майами, тоже придется часа полтора, наверное, ехать. Но это немножко другой компот. Немножко. А там же часто такие грузы. Надо это понимать. Так, так, друг, ты куда? Ага, все. Ты мне мешать не будешь. Тут красный, гаишников нет. Значит, для нас это зеленый, если нет гаишников. И здесь нам просто тупо прямо... Так, вот тут надо подождать. Потому что эти всякие ушлепки будут поворачивать. Нет, не будут. Супер. Просто супер. Мы с вами доехали, довезли. Но еще не довезли. Еще может что-то случиться. Неожиданное. Вот когда заедем уже на базу именно, то тогда нормально. Так. Ну, а мы уже практически заехали. Заворачивать будем вот так отсюда, чтобы угол был больше заворота. Четко. Все, довезли без единого ущерба. Посмотрим, какой нам дадут буст. Ну и вообще, как нас отблагодарят. Может быть, дадут новый КамАЗ. Конечно, это... Обновилась страничка бизнеса. Ну, а нам-то до этого вообще пофигу. Эту страничку F5. О, улучшен наш грузовик. Задание. Колу 5000. Боже. В Чикаго везти. А ну-ка, куда это? А нет, это тут получить. А везти куда? А везти пока не написано. Ну, это вообще, конечно, ужас. Я думаю, это куда-то нас отправят вот сюда, в Вашингтон примерно, или в Буффало отправят. То есть, вот, примерно вот по этим. Если Индианополис, по-моему, да, Индианополис, то тогда вообще это будет замечательно, если так. Но я сомневаюсь, что будет так. Обычно куда-то хотят заслать к черта на рога, заплатить поменьше. 5000 это для нас вообще не груз. Груз, это хрень. Короче, придется нам много грузов еще возить. Спать. Поспим. Кола. Тандер. Тандербэй. А ну-ка, давайте посмотрим. А, ну, в принципе, здесь недалеко. Это Тандербэй. Можно отвезти. Да и тем более груз кола, ну, это такой груз, который можно не париться, в принципе, по сути дела. По сути дела, можно не париться с ним. То есть, его можно цеплять, как хочу. Вот я захотел так, я цепляю так. Но я имею ввиду, не сильно этот. Там выравниваться, там что-то подгоняться, это не яйца. Но таранить его тоже нежелательно. Щелк. Нет. Черт. Вот у меня никогда не получается так нормально заехать. Не знаю почему. Ну, надо сверху всегда вот это ж смотреть. Стоять. Целая, целая проблема. У колу можно и так цеплять. Ничего, ей не будет там. Гидотный напиток. Кола. И тут, видите, правда, сделали, наверное, специально, чтобы не было никаких претензий у компании Кола. Сделали другую рисовку, все по-другому сделали. Потому что, если в игру без разрешения что-то такое встраиваешь, то могут, короче, в суд подать. Это серьезно. Ну, пока, я же говорю, опять никаких улучшений нет. Я, кстати, с яйцами, что мы ехали с вами. Ну, так, пофиг направила, лупасину все. Ой-ой-ой-ой, вот тут, конечно, опасно. Так, пять тысяч. Ну, сейчас мы по фасту отвезем с вами. Сказал я по фасту, хотел чекнуть время, но не удержался. Вот вижу магазин грузовиков. Давайте заедем, посмотрим цены на грузовики. Уж очень, очень мне интересно. Так, на N. Бизнес. А-а-а. Блин, вот это косяк. Так, едем дальше. Дамы и господа, мы с вами приехали в Thunder Bay. Сейчас мы сдадим груз. А-а-а, щас. Вот афак, мазафак, прошу прощения. Что я говорил? Вот сейчас чуть-чуть меня понесло, и я зацепил чужой автомобиль. И вот мотоциклист, мотоциклист. Я не знаю, как бы, мотоциклист, как бы, чтоб не выругаться, едет. И тоже мне мешает. Ладно. Продаем. 5 тысяч груз, как бы, не жалко, да, в принципе, недалеко. Но все равно, нам каждая копейка сейчас на счету. F5. 11 баксов. 8 скоростей нам дали. Ну, короче, ерунда. И трубопровод мы с вами везем. Здесь же мы... А, не, не здесь. Крафт, он, в Крафт, чем мы, короче, будем покупать, забирать груз. Ладно, на этом мы с вами заканчиваем, дорогие друзья. Всем спасибо, кто посмотрел. Теперь у нас КАМАЗ владеет 8 скоростью. Вот такой у нас красавец. Ну, не КАМАЗ, а этот, фура. Все замечательно. Будем брать. Грузы стали нам давать почему-то маленькой ценовой категории. Не знаю, с чем это связано. Возможно, не просекли фишку, что я хорошо вожу. И, наверное, думают, лучше пусть он больше грузов отвезет, чем 4 штуки за 25 тысяч. И выкупит себе права свои. И будет работать сам на себя. Но, я думаю, если будет у нас все хорошо идти, я думаю, через серию, уже одну через... Да, через одну серию мы все-таки выкупим права и будем работать на себя. И тогда пойдут первые звезды, пойдут первые люди, которых мы будем нанимать. А также будет у нас самый крутой КАМАЗ в этой игре. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. И вообще следите за новостями. Всем пока.